Та же проблема и в Черкасской области. Берега реки Рось. Буквально усеяна мёртвая рыба. И дело тут не только в летней жаре. Экологической катастрофы можно было бы избежать, если бы не человеческий фактор, какой знают наши корреспонденты. Мёртвая рыба на берегу. Такое возле Корсуня наблюдается в середине августа каждый год. Александр Хоменко рассказывает, в конце прошлой недели Рось превратилась в настоящий могильник. А всё из-за того, что в реке нет течения. Плюс цветут водоросли. Такого бы не было, считает активист Олег Собченко, если бы реку не сдерживал целый каскад ГЭС. Две электростанции арендуют частное предприятие, которое регулирует уровень воды. Но местные жители говорят, течение здесь наблюдает всего 2-3 часа в сутки. Местные экологи уверяют, чтобы не утратить Рось навсегда, в ней должно быть хоть небольшое, но постоянное течение. Вот только арендатор ГЭС на уступки идти не хочет, сетуют чиновники. Узнать позицию арендатора нам не удалось. На звонки он не отвечает. А вот в госуправлении водных ресурсов реки Рось, которое и должно контролировать работу электростанций, по телефону нам сообщили, вины арендатора не видят. Мало того, уверяют, они вообще ни за что не отвечают. По факту гибели рыбы полиция начала уголовное производство. Чтобы выяснить, на самом ли деле ГЭС блокировало течение, следователи попытались получить журнал учета, но их не пустили даже на территорию предприятия. Данил Снисор, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область.